Здравствуйте. Вопрос о маркировке. В России существует не только конвейерное производство и импорт, но и национальные традиции, культурное достояние многочисленных народов. Это ремесленное, кустарное производство народных промыслов. Народные промыслы. В отличие от нескольких десятков предприятий, зарегистрированных как предприятия народно-художественных промыслов, защищенных государством и достойных музеев, остальных предприятий как бы нет. Это сотни тысяч людей, которые ждут закон о ремесленниках и до сих пор не имеют никакого статуса. Это люди, зарабатывающие себе руками. Это целые регионы и не только обувь. Обувь народов севера. Валенки, тапочки из овчины и войлока, что шьет весь Кавказ и республики. Волгоградская, Воронежская, Оренбуржья, пуховые изделия и платки. Сколько там людей. Пенза, Ростов, Татарстан, Чувашия, Башкирия. Все гордятся своими ремеслами, своими традициями. Родная Вологодщина. Вологодские валенки. Вологодские войлочные тапочки. Знаменитейший Вологодский лен. Всемирно известное Вологодское кружево. Это все ремесленные предприятия, далекие от IT-технологий. Каких-либо технологий IT. И торговых сетей, соответственно. Но их продукцию тоже нужно продавать в магазинах. Обувь уже не берут. Вопрос. Какие решения непромышленные для ремесленников без компьютеров у вас приготовлены? Спасибо.